Всех приветствую! Это видео про новый проектор BNQ, модель TK810. Этот проектор универсальный, его можно использовать для домашнего кинотеатра, для просмотра кино, спортивных телепередач, для игр, то есть реально полный универсал. Срок службы лампы этого проектора на экономичном режиме достигает 15 тысяч часов. Он поддерживает разрешение 4K и работает в стандартах HDR. Проектор у нас микрозеркальный, значит технология DLP. Внутри используется микрозеркальная сборка от Texas Instruments, диагональю 0,47 дюйма и с нативным разрешением Full HD. Но при использовании оптического актуатора XPR2, при помощи него формирует картинку 4K. И ребят, это вообще реально вырвет глаз. Только бы найти контент. А контент я нашел. Я нашел демо-ролики, которые весят по гигабайту, там примерно 30 секунд длятся. Я вам сегодня их покажу, как они смотрятся у меня на стене. И это, короче, вообще взрыв башки. Кстати, прошу обратить внимание на пульт дистанционного управления. Офигеть. Сейчас вам покажу, как они раньше выглядели у проекторов. Потому что это на самом деле, это важная вещь. Вот он мой проектор и вот он мой пульт. Обычно всегда пульты от проекторов выглядят примерно вот так вот. И да, нормально. Но здесь у тебя полноценный такой, знаешь, пульт от мультимедиа системы. И при этом, кстати, с голосовым управлением. Потому что этот проектор, он не просто выводит сигнал, он сам имеет встроенный плеер. Там есть магазин приложений. И в принципе, кроме проектора и выхода в интернет, тебе ничего не нужно. Пульт приятный на ощупь. Сзади две мизинчиковые батарейки. Ну, управление. Здесь у нас трапеция, выбор сигналов, включение и выключение проектора. Давайте его как раз включим. Дальше клавиша назад, меню, дальше выбора, mute, голосовой помощник, настройки и управление громкостью. И помимо пульта управления, можно еще управлять через такое приложение для iOS и Android. И можно перемещаться по меню проектора прямо вот через мобильный телефон. Это сделано очень удобно. И также есть еще мышка. Можно вот так вот мышкой водить. Классно, да? Опа. Сейчас у нас проектор включается. И сразу вам скажу, что у него в комплекте есть такой, скажем так, беспроводной донгл, который нам, проектору, дает возможность выходить в Wi-Fi и Bluetooth подсоединять. Вот. Он выполнен в виде именно донгла. Вот он установлен сзади. Но это его не настоящее место, куда его можно поставить. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Он просто донгл такой USB. Он идет в комплекте. И вот, если его не вставлять, то проектор у нас не умеет выходить в интернет. Он не ищет Wi-Fi. И не умеет подсоединяться, к примеру, к беспроводной системе по Bluetooth. Ну, чтобы там, не знаю, аудио тебе вывести без проводов. Здесь есть потайной кармашек. Вот здесь вот находится потайной отсек, в который можно подцепить либо флешку, либо вот этот донгл. Ну, давайте откроем и посмотрим. У нас, кстати, для этого дела есть полноценная инструкция. Здесь показано, как все это дело делается. Значит, сдвигаем, поднимаем. Сюда нельзя трогать, потому что здесь горячая. И вот здесь, кстати, у нас будет нарисовано, что с этой стороны у нас вывод горячего воздуха. То есть, ну, здесь по стандарту всегда линза. Здесь, можно сказать, слева сейчас от меня выводится горячий воздух. Итак, вот у нас есть USB-разъем, скрытый. Ну, вот такое вот решение. Они стали делать встроенный Wi-Fi. Вот по каким причинам это я вот точно не знаю. Но решили сделать вот такое. Окей. Ну, как бы все равно ты крышку будешь открывать один раз, еще поставил, и все. Теперь у тебя так вот так вот есть и Wi-Fi, и Bluetooth. Немножко внешнего вида. Впереди глянцевая панелька. Очень прикольная текстура. Вот так вот получится у вас рассмотреть. Да, да, да. Вот, видите, такая сетчатая структура. Значит, логотип BenQ. Впереди ножка, чтобы регулировать. Здесь у нас линза, надпись 4К. Здесь ничего, это никак не закрывается. Линза постоянно открыта. Сверху у нас есть потайной кармашек, в котором мы можем настроить фокус и увеличивать изображение. Смотрите, как все это дело происходит. То есть я могу уменьшить и увеличить изображение в таком формате. И также настроить фокусировку. Ну, все зависит от... Часто ты его переносишь, не часто. Обычно такие вещи, к примеру, так как они ставятся не вот так вот. Ты достал, здесь поставил, потому что здесь изображение маленькое. Ты один раз его, к примеру, взял, поставил у себя в домашнем кинотеатре. Притом, это должен быть либо средний, либо большой кинотеатр. И повесил, поставил, настроил. И все, можно туда дальше не подходить. Также здесь дублирует все управление. Если вот так он у тебя стоит на столе. Ну, включение-выключение, перемещение по меню. Здесь индикация температуры, лампы. И перемещение по меню, выбор входа. На задней стороне, конечно, самое интересное. Подключение. На задней стороне у нас есть 12-ти вольтовый триггер. Для чего это нужно? Если у тебя есть экран моторизированный, сюда подключаешь, включаешь, к примеру, проектор, у тебя сразу экран выдвигается. Выключил проектор, ну, просто через обычный пульт, у тебя экран задвигается. Для этого нужно. Разъем RS-232, ну, для компьютера. Сервисный разъем тоже для компьютера. USB 3.0, медиа-ридер. Я вам сегодня покажу, например, жесткого диска. Да, здесь закачивали ролики 4К с HDR. Дальше HDMI 1, HDMI 2, при том HDCP 2.2. Здесь USB, ну, к примеру, для питания Google Chromecast и вот таких приставок, то есть, которые у тебя питаются от USB. И дальше ты вставляешь сюда HDMI. Фактический выход на систему аудио. Ну, и обычный 35,5 мм выход на обычные колонки. Вот, а так нормально ты можешь подрубить себе домашний кинотеатр. С этим проектором вывести все через, во-первых, Bluetooth на любую аудиосистему, там, 5.1. Либо по оптике, пожалуйста, выводи, все. У тебя домашний кинотеатр сборен. Итак, поняли, рассмотрели. Давайте пройдемся по меню. Да, здесь у нас есть вот такая вот оболочка. Очень приятно и очень приятно с ней общаться. Еще плюс в том, что если ты очень много смотришь, или как-то, не знаю, в коммерческих целях его используешь, чтобы постоянно его крутишь, лампа перегорела, вопросов нет. Всегда есть продажи и есть наличие, потому что это бэнкли. И, конечно, это качество большой компании, потому что, которая делает проектор не первый год. И в этом прям вообще красавчики. По стоимости вам в рублях и даже в долларах на момент выхода ролика не скажу, потому что я напишу, как будет информация, в комментариях. Либо в описании ищите цену. Проектор TH810 умеет автоматически выстраивать трапецию. То есть, если мы его будем как-то перемещать, там, вернем обратно, у нас изображение будет немножко кривое, вот сейчас видели, перестроилось. То есть, это он умеет делать автоматически. Значит, меню. Можно воспроизводить все видео со своего мобильного телефона Android, iOS, беспроводное включение к компьютеру, беспроводные функции уже все полностью здесь. Возможно, как раз это сделано при помощи этого донгла. Возможно, в этом секрет. Но давайте попробуем, к примеру, беспроводное опплицирование для iOS и Android. Значит, все делается довольно-таки просто. Запускаем повтор экрана. Находим BenQ. После этого у нас выводится изображение сюда. Ну, все. Повтор экрана работает. Давайте попробуем запустить какой-нибудь контент. Вот, фоточки можно всем свои показать. Вот так вот интересно работает. Окей. Давайте попробуем запустить какой-нибудь фирмен на iTunes, потому что с этим бывают проблемы, как мы знаем. Так, ну да, это ничего страшного, потому что здесь защита должна быть. То есть, к примеру, смотрите. Ну, неудивительно, что невозможно выполнить потоковую передачу именно фильмов с iTunes сюда. Ну, ладно, это не проблема. Ну, забиваем просто в любом браузере фильм смотреть онлайн. И, в принципе, все. Цепляем его сюда. И можно смотреть на большом экране. То есть, источником у нас выступает наш айфончик. Все. Смотрим фильм. Такую же схему повторяем с Android. Давайте попробуем. Здесь мы выбираем Smart View. Выбираем BenQ. Так, начать. И после этого получаем доступ к нашему смартфону. Ну, и, в принципе, делаем все то же самое, что мы делали до этого на iOS. Ладно, выключаем. Это все работает. Значит, поддерживает стандарты HDR. HDR10 и HLG. Это гибрид-лог-грамма. Он сейчас с BBC по вам разработан. Конечно, просто стандарт HDR. Это все есть. И давайте с вами дальше пройдемся в слом меню. Значит, сетевые функции. Это современно. Это все работает. Дальше у нас выбор источников. 2 HDMI плюс диспетчер файлов. Здесь есть, кстати, встроенная память своя. Мы выбираем, например, диспетчер файлов внутреннего хранения лича. Небольшое. 4 гигабайта. Но для какой-то информации этого хватает. Идем дальше. У нас есть Optoid магазин приложений для Android. И здесь, значит, на Optoid TV мы можем скачивать любые приложения, которые здесь есть. То есть, плеера, онлайн кинотеатры. Все отсюда. И дальше все это ставится у нас в память нашего устройства. И появляется, давай назад, вот здесь вот. И дальше, ну, например, там в WPS Office можно сосканировать штрих-код и запустить сюда своего смартфона, документ, презентацию привести. Дальше онлайн кинотеатры ставите там, пожалуйста, Netflix. Давайте YouTube проверим. Заодно на громкость проверим проектор. Здесь один динамик на 5 ватт используется. Вот сразу могу отметить, пульт сделали просто шикарнейший. Реально очень удобно пользоваться. Он большой, хват удобный. И клавиши, ну, пререзиненные, нажимаются очень хорошо. Давайте я с вами запустим, к примеру, какое-нибудь видео. И сделаем погромче, проверим, на что способен один динамик. Ну, совершенно такой обычный динамик у нас идет. Так, что у нас тут с качеством? Да, посмотрим. Так, качество у нас стоит сейчас 4K на YouTube. Это хорошо. Так. Ну, как видите, с такого расстояния изображение вот такое. Делаем еще громче. Помню-то заполняет. Но так как все-таки полностью все использование проектора, в принципе, подразумевает, что должен включать это к домашнему кинотеатру, то можно подключить, не знаю, беспроводным ушам. Пожалуйста, любой Bluetooth-наушники сюда подцепляются, любая Bluetooth-система подцепляется. Ну, встроенный динамик, он есть. Он, притом, вот с этой стороны, с правой. Хотя здесь два отверстия, но динамик один. Видите, просто одинаковые отверстия такие. Динамик находится вот здесь. Ну, и здесь вывод воздуха. Надеюсь, цветочку плохо не будет. Так, ну, по всему остальному, что? Настройки, звуки, загрузка системы, все приложения, умный пульт и так далее. Это все понятно. Давайте с вами поступим таким образом. Вот, если я беру, качаю сюда просто любые файлы, то есть любой фильм, там, МКВ, АВИ, МП, конечно, любые фотки, просто вот тупо твой источник. Конечно, можно все это дело сделать частью мультимедиа системы, как бы, твоей сети, можно. Но, вот, тоже хорошее решение. У тебя есть все на жестком диске. Ты себе скачал, вечерком подошел, подцепил, положил и друзьям показал какой-нибудь, ну, что-нибудь показал. Вот, фильм и так далее. Выбираем USB и получаем доступ. Вот, тут есть как раз у нас внутреннее хранилище. Как видите, здесь 4 гигабайта свободно. И вот он, мой съемный диск. Так, заходим сюда. Вот, к примеру, мой влог. МПК-4. Давай, сходу. Идеально. Так, делаем погромче. А, блин, изображение вообще, на самом деле, прям шоколадка. Вот отсюда смотришь, такое ощущение, что будет прозрачить телевизор. Офигеть. 4К-проектор, что ты делаешь со мной? Сразу хотеть. Только мне, для того, чтобы получить большое изображение, мне нужно его ставить вон туда, примерно. Давайте запустим, к примеру, так, 4К Ultra HD, HDR, TS. Кстати, TS-файл умеет играть напрямую тоже. Давай, подрубаем. Вот прям TS-файл. Ну, что это вообще? Нет, я на самом деле, когда вижу картинку, которая спередывает 4К-проектора, я, конечно, вообще в шоколе, конечно, многое зависит еще от контента, потому что это специальные деморолики, они, хоть и маленькие, но они весят по гигабайту, он там идет полминуты, но весит гигабайт, а когда ты целый фильм будешь качать такой, то, ну, в смысле, не качать, ты должен купить Ultra HD-проигрыватель, купить диск, поставить диски, то есть Ultra HD. Эфирм стоит порядка 2-2,5 тысячи рублей. Вот, после этого ты получишь вот такой вот кайф. Прям даже вблизи. Давай, что-нибудь, что попробуем. Где-то у меня тут МКВ файлы были. Небольшой тест на дальность. Сейчас я вам еще предоставлю, то есть, данные, с какого расстояния он еще дает. Максимально здесь можно добиться 300 дюймов изображения, но это, из-за того, что сейчас он еще так на подставочке стоит, то можно опустить. Ну, я уже ладно, не буду заморачиваться. Вот такое вот изображение. Вот, можно ребенку рассмотреть. Вот, смотри, гора. Ну, вот, если поближе, конечно, вы сможете заметить здесь пиксели, вот, их видно. Но вот это просто шик и блеск. И это, на самом деле, круто, что он крутит все файлы без какого-то стороннего проигрывателя. Это мне очень нравится. Вставил прямо в него. Все ест. Значит, все начинается, чтобы можно было померить. Со расстояния 3 метра 30 сантиметров ты получаешь изображение 100 дюймов. Вот, максимально здесь поддерживается, как именно то, что написано, 10 метров, там, 300 дюймов. Вот, то есть, на 10 метров ты его далеко отнесу, если у тебя, конечно, кинотеатр позволяет. Домашний поставил, у тебя будет 300 дюймов. И все будет классно. Это, кстати, вот ролик про Барселону. Цены нету таким проектором, у которых есть собственный плеер, в которых ты можешь просто вставить любое свое устройство и проиграть отсюда в файл. Я уж не говорю там про подключение Apple TV, про консоль и так далее. Понятно, что это просто вывод изображения. Сетевые функции, это классно. Когда ты можешь с любого устройства, будь то, не знаю, там, iPhone или любой Android, либо с компьютера сюда пустить изображение и все. Типа, об этом забыть. Вот, любой файл проиграть. Это крутоте. Не свои онлайн кинотеатры сюда, бац, все. Пришел, развалился. Ссылку на официальный сайт BankYou, чтобы вы смогли подробнее про него почитать, оставлю в описании. К сожалению, я не могу каждого из вас взять, вот сюда посадить, чтобы вы сами посмотрели на вот это вот изображение, как я называю его, в уровне глаз. Красота. С вами был Илья, до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok